Интеграция западноевропейских стран во второй половине 20 века. Интеграция западноевропейских стран во второй половине 20 века. Ну, для начала давайте поясним, что же такое интеграция. Интеграция – это объединение. Когда какие-то разнородные страны сливаются во что-то единое. То есть в этом билете речь пойдет о глобальных проблемах и об образовании ЕС – европейского сообщества. За 20 век число суверенных государств выросло с 60 до 186. Процесс образования новых государств еще не завершен. Мировая политика за все это время невероятно усложнилась в связи с этим. Возрастает роль ООН, а Совет Безопасности ООН превращается в мирового полицейского. Первоочередная задача мирового сообщества – это погасить очаги имеющихся конфликтов. Другая проблема – не допустить распространения ядерного оружия, ну и других видов оружия массового поражения. Серьезной проблемой является сохранение в мировой экономике значительных районов отсталости. Вот проблема надо ликвидировать. Возрастает значение экологических проблем, то есть проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Все вот эти проблемы могут быть разрешены только совместными усилиями всех государств. Поэтому их еще и называют глобальными проблемами. Само их появление говорит о все большей целостности и взаимозависимости мира. Это во многом предопределяется еще и усугублением международного разделения труда и развитием систем связи и транспорта. В начале 21 века мы все отчетливее видим, как человечество стремится к цивилизованному единству мира. Почти все мировое сообщество ныне едино в признании основополагающей значимости рыночной экономики и либеральной демократии. В 20 веке мир перетерпел колоссальные изменения, вырос уровень жизни, люди стали более свободными, общественное устройство более справедливым. Но необыкновенный динамизм 20 века создал ощущение зыбкости и неустойчивости. Тот факт, что человечество к концу века разочаровалось в революционных методах, очень знаменателен. Люди стремятся к более упорядоченному и постепенному развитию. Они не хотят растерять основные ценности человеческого бытия. Это очень важно и в самом начале нового века, сулящего какие-то новые вызовы и опасности. Началом интеграции западноевропейских стран, то есть объединения, явилось создание в 1951 году по инициативе премьер-министра Франции Шумана Европейского объединения угля и стали, которое контролирует сейчас всю добычу каменного угля и 90% выплавки стали. В 1957 году подписано соглашение об объединении атомной промышленности в странах Западной Европы. Венчал интеграционные процессы ЕС договор о его образовании, подписанный в Риме в 1957 году ФРГ Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами с целью создания единого рынка. Ведущую роль в ЕС играет Германия и Франция. Сейчас эти страны называются европейским сообществом, то есть ЕС, которые имеют общий бюджет и руководящие органы, которые находятся в Брюсселе и Страсбурге. Высшим законодательным органом является Евросовет, в который входят главы всех государств. ЕС имеет свой флаг, свой гимн, свой европейский паспорт и свою валюту, которую мы называем евро. Исполнительным органом является комиссия европейского сообщества, избираемое сроком на 4 года. Работает Европарламент в Страсбурге. На этом наш билет с вами. Интеграция западноевропейских стран во второй половине 20 века закончен. Поблагодарить автора канала, то есть меня, вы можете, подписавшись на мой канал на YouTube или поставить лайк этому видео. До встречи на следующей лекции, в которой мы поговорим с вами об освобождении народов Азии и Африки во второй половине 20 века.